Я рада вас приветствовать, любители вязания спицами. Я сегодня покажу все те проекты, которые я начала, завершаю. И о моих планах, конечно же, поговорим сегодня. И я желаю вам приятного просмотра. А начать я хочу со своей шапки. Мастер-класс, на который давно обещала. И благодаря этой шапке собрала вас, моих зрителей, в телеграм-канале. Где я первыми словами в ролике, в телеграм-канале сказала, что вот скоро будет мастер-класс. Мои обязательства были таковы, что я должна была связать большое количество изделий. Мои обязательства – это мастер-класс. У меня есть план, по которому я работаю. И вот, наконец-то, я завершила писать мастер-класс на платье Норвегия. И, наконец-то, я завершила мастер-класс на пуловер Эльза. Уже теперь в двух цветах. Это жгучий марокканский апельсин и спокойная томная хвоя. И, конечно, рукава одного не хватает у пуловера в цвете хвои. В следующее видео уже он будет с двумя рукавами. Я покажу вам. Но зато у меня готов мастер-класс на эту шапку. И вот их две. Та, которую я носила. И та, которая появилась буквально вчера ночью. Она была закончена. И этот формат мастер-класса у меня будет первый раз. Он только в видео уроках. То есть это будет целое видео, доступ на которое получат те, кто приобретут мастер-класс. Я вместе с вами эту шапку вязала. И я хочу показать вам, как выглядит по-разному при одинаковом количестве петель шапка. После того, как ее уже много-много месяцев носили. И вот девственная ни разу эту шапочку никто не одел. Да, у этого суперкидмахер есть особенность. Она растягивается. Но стирка творит чудеса. И после того, как я стираю свою шапку, она приобретает снова вид упругой резинки. А для того, чтобы в выгодном цвете показать вам этот оттенок фуксия, который нам пропагандировала Эльза Скиапарелли. В одном из роликов я говорила о ней несколько слов. И вот этот инструмент я тоже в своих роликах показывала. Мне он очень сильно помогает. С ним можно бесконечно искать новые способы работы с этой картой цветов. И как раз вот этот пуловер я сегодня использовала для того, чтобы гораздо эффективнее продемонстрировать вам на контрасте. Да, может быть, вот этот сложный и притягательный оттенок цвета фуксия. И есть еще один повод, по которому я в пуловере зеленая горчица. Можете в описании к роликам найти весь ассортимент тех мастер-классов, которые я создаю. И вот это один из них. Зеленая горчица связана из микса пряжи. Здесь экстрафайн меренос, суперкидмахер, шишибрики. Ближе, конечно же, вам покажу для тех, кто еще не видел. Именно этот оттенок зеленой горчицы и дал название мастер-классу. Но вязала я его под впечатлением свитера, пуловера, джемпера, который уже улетел в Москву. Я показать его не могу. Он связан по описанию Джунка Акамото. Это желудь. Потрясающее описание. Я очень уважительно отношусь с любовью, с теплом к нежности к этой японской женщине, которая дарит возможность вязать витиеватые, сложные вещи. Если вы не вязали по ее описанию, непременно это сделаете. Поймете, что до этого вы практически не умели вязать. Но это не для того, связать по описанию Джунка Акамото, чтобы почувствовать себя новичком, а для того, чтобы использовать какие-то новые техники и способы. И вот этот пуловер был связан мною из микса пряжи с добавлением шишибриков. Это такое, знаете ли, народное название люкса, люрекса, который, ну, может быть, и люкса, люрекса, который иногда из тонкой нитки превращается в узелочек. И вот эти вот как раз вы можете видеть сейчас искорки. Это вот этих жучков, которые назвали шишибриками. А почему еще я, кроме цвета, в этом пуловере, для того, чтобы вам показать вот один из способов вязать бесшовно реглан-погон. И вяжу я сейчас, у меня осталась пряжа. Это Baby Camel, твит Baby Camel. Два свитера легких, чудесных, теплых, уютных. Я связала своим внучкам. Один с шишечками для младшей. И с косой свитерочек я связала для своей старшей внучки. И у меня попросили жилетку. Пожалуйста, я не могу отказать этому человеку. И вот заодно думаю писать мастер-класс по такому способу вязать жилет. У моей внучки есть этим способом связанный жилет. Но я скопировала скандинавскую технику, где они игнорируют росток и та складка, от которой избавляемся во время вязания ростка. Это как раз, чтобы здесь было скругление и разница между передней полочкой и спинкой. Вот этим и занимается росток. А скандинавские мастера, которые связали вот такие вот потрясающие вещи, наоборот продемонстрировали, что эта складка может быть очень элегантной. Не все оценили мое повторение или мой реверанс перед скандинавскими мастерами, когда я связала для Стефани жилет вот с этой складочкой при отсутствии ростка. И уже теперь сейчас жилет я буду вязать с ростком. Реглан-погон, как на этом пуловере. И посмотрим, что получится. Надеюсь, мне не откажут фотографии маленького малыша, который будет моделью для этой жилетки, обладателем ее. И я наверняка потом сделаю экспресс-мастер-класс для тех, кто хочет связать для себя или для малышей жилеты. И самый часто встречаемый вопрос, который мне задают в комментариях или обращаясь ко мне в личные сообщения в Инстаграм. Сколько пряжи, как изменить размер изделия. И я хотела сказать вам следующее. Вот этот пуловер на 46-48 оверсайз. Вы видите, да? Но в наличии в миксе супер кедмахера позволяет мне связать его на больших спицах, чем он связан. На спицах 6, по-моему, я связала этот пуловер зеленая горчица. И вот как раз пушистая пряжа, она позволяет не рисковать плотностью, потому что пушок заполняет какие-то у вас возможные дырочки между петлями. И позволяет жонглировать номером спиц. Поэтому, если вы изначально выбираете либо микс пряжи с махером, с кедмахером, либо изначально это пушистая пряжа, то вы можете регулировать размер изделия с помощью номера спиц. Я почему это повторяю? Извините, те, кто уже это слышал. Потому что это самый встречаемый вопрос. И хотела сказать вам по поводу вот этой пряжи твит Baby Camel. Очень низкий расход, но пряжа поменяла свою структуру после того, как я ее все-таки до вязания постирала. Это бобинный твит. Он раскрылся, стал пушистый. И наверняка вы уже также от меня слышали не раз, что бобинную пряжу некоторую, не всю. Я до вязания готовлю стиркой. И если говорить про стирку, про пасмы, про клубки, то у Александра Пронина, с которым я уже иду нога в ногу достаточно большое количество времени, могу назвать его другом вязальным. Очень ценю эту нашу дружбу творческую. И у него вышла пасмомоталка. Вот это пост, где он делится своим новым изобретением. И у него в последнее время очень часто какие-то инновационные способы для того, чтобы мы с вами смотали в пасмы, в клубки, измерили длину метраж пряжи. Одним словом, заходите на этот аккаунт. Я с большим пиететом и уважением отношусь к людям, которые занимаются созиданием, что они что-то создают. И вот, кстати, на его держателе клубков у меня вот этот вот твит. Продвижение у меня было, это уже буквально ночью я вот связала этот росток. Может быть, даже вы увидите разницу в передней полочке, поменьше она. И спинка. Вот эта спинка. И вот передняя полочка. Здесь всего две регланные линии. Прибавления в этом пуловере производились каждый ряд. А более мягкое плечо будет у детского изделия, поэтому только каждые три ряда я буду прибавлять в этих регланных линиях. регланной линии состоит из двух петель. Вот по обеим сторонам этой регланной линии я буду делать прибавление. Улыбаюсь, потому что всегда так рада нашей с вами встрече. Я, знаете, даже сегодня при отсутствии солнца чувствую большой подъем, что как будто бы я с вами дискутирую. И это не монолог. У меня есть полное ощущение, что я с вами разговариваю. Из-за большого интереса к тому парфюму, который я показала один ролик или два назад, я поняла, что можно сделать постоянную рубрику наше с вами знакомство с какими-то ароматами, которые иногда нас поддерживают. Этот аромат, о котором сегодня я вам расскажу, является моим телепортом. То есть, что это такое? Это возможность резко переместиться в совершенно другое место. То есть, из своего дома я оказалась, как мне кажется, в Марокко. и либо это какое-то другое место, и во всяком случае почему-то мне уже знакомое. И я скажу, почему я хочу вас знакомить с теми ароматами, которые мне откликаются, ассоциируются, может быть, с чем-то, и которые для меня кажутся притягательными. По одной простой причине, что когда я знакомлюсь с каким-то блогером, и мне он нравится. Вот на сегодняшний день открыла для себя Дмитрия Синицына с его путешествиями по Эльбрусу, по Эвересту. И, я не знаю, все семь вершин он посетил или, может быть, только сейчас начинает. И мне, конечно же, как зрителю интересно было смотреть, как он с дочкой путешествует. Очень интересна у него компания всегда. Он их снимает. И я хотела приоткрыть небольшую, может быть, дверь в тот мир, который помогает мне заниматься созиданием, в частности, вязание, конечно. Потому что вот эти вот инструменты, которые заставляют нас мечтать, фантазировать, они иногда очень неожиданные. И не случайно я сегодня хотела поговорить с вами. фейдон. И называется этот парфюм табак-руш. В высокой парфюмерии нишевой не существует гендерного разделения. И, мне кажется, большую часть ароматов можно применять как для мужчин, так и для женщин. я не знаю, для мужчин ли он создан или для женщин автором. Но то, что он со мной очень волшебным образом коммуницирует, это так. Если у вас есть возможность его почувствовать, носить или каким-то образом, может быть, у ваших знакомых он есть, вместе с ним совершите путешествие. У вас это, может быть, и не морока. Это мое было путешествие вместе с ним. И несколько моих лайфхаков и секретов, каким образом иногда можно не ворваться глубоко в аромат, а подойти к нему, может быть, издалека. Есть классический способ, советуют парфюмерные маньяки наносить парфюм. Они почему-то назвали этот способ крылья ангелов, буквой В, когда вы на левое плечо, на правое наносите аромат. Но я бы назвала такой способ немножко по-другому. А крылья ангелов дала бы потрясающему лайфхаку. Сейчас вы его видите, услышите, когда вы наносите парфюм между лопаток и вот как раз его бы этот способ я назвала крылья ангелов. Это не очень активное, так скажем, погружение в эти ноты любого парфюма. Во-первых, да, то есть он где-то рядом с вами и вы его пытаетесь уловить, пытаетесь его приблизить, а он все-таки там, где крылья ангелов, между лопаток. И еще такой нюанс очень трогательный мне понравился, что такой способ иногда очень пикантный, когда вы просите того, кто может являться вашим близким, чтобы он помог вам нанести этот аромат. Согласитесь, что будет очень элегантно попросить, ну, может быть, это ваш мужчина, может быть, это ваша подруга, может быть, это ваша дочка, что сделай мне сегодня эффект крылья ангела. По поводу табак-руш, достаточно такое название, которое отсылает нас, может быть, к табаку, но самое главное, первая нота, которую мы с вами чувствовать поможем, она медово. Первым самым впечатлением и знакомством это было какое-то тепло, которое окутывает нас, когда мы уже расслаблены. И этот аромат был создан много-много лет назад. И я те запахи, которые, может быть, с похожим названием Мансера Red Табак, где-то, может быть, он, конечно, попытался скопировать и название Мансера, и, может быть, попытался скопировать и аромат, но вот непосредственно сам парфюм оригинальный Табако Rouge от Фаэдон обладает, на мой взгляд, гораздо большими, многоогранными, многоступенчатыми нотами, которые хочется в них погружаться и принюхиваться тоже. Я надеюсь, что мой экскурс небольшой в парфюм вас немножко развлек и, может быть, заинтриговал и я уже говорила о том, что, когда я вяжу, парфюм использую только после вязания, потому что нишевая авторская парфюмерия очень стойкая. И хотела напомнить про крылатые выражения Эльзы Скиапарелли, которая сказала, что 95% это, на ее взгляд, людей обладают какими-то комплексами. И вполне понятно, что для большинства женщин яркая шапка, конечно же, не самый лучший способ привлечь к себе внимание, когда есть какие-то сомнения. А я хочу сказать, что если у вас еще нет яркой, может быть, и не цвета фуксии шапки, какие-то яркие цвета для вас уже не серая и не черная шапка, начинайте пробовать. Так же, как и новый аромат, новые цвета, немножечко нас, знаете ли, как солнце бодрят, и мы просыпаемся, просыпаемся эмоционально. И благодарю по-прежнему всех тех, кто щедро оценивает мою работу и пишет добрые слова. это очень поддерживает меня. И я в свою очередь вам также желаю добрых слов и взглядов и улыбок в вашу сторону. И мы с вами непременно увидимся в будущем. А я говорю вам пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok